Одним из первых объектов, который Михаил Мясникович наведал в Барановицком районе, стал Агрокомбинат МИР. Тут несколько месяцев тому за деньги областного бюджета и властных сроков господарки началось обучение новой молочно-товарной фермы на 765 голов. Так само побудованы 4 сенажно-силостных траншеи, агульным объемом 12 с половой тысяч тонн. До речи, миновата нарыхтовка травяных кормов стала одним из основных вопросов, к которому Михаил Мясникович надал особливую увагу. «Барановический регион уже закончил фактическую уборку трав первым укосом и имеет неплохие показатели. Порядка семи центнеров кормовых единиц на условную голову. Работы продолжаются. И что характерно, что вовлекаются в оборот неудобицы, так называемые. Это где-то поймы, луга, которые действительно надо использовать эффективно. 1100 гектар таких площадей убирается, и это действительно хорошее подспорье». Так само старшиня Совета Республики звернул увагу на то, что треба больше эффективно работать с проблемными господарками. Добрый приклад – долучение одной из их до поспехового агрокомбината «Мир». Присоединено большое хозяйство, агросервис «Стандарт». И я очень признателен руководству и района, и непосредственно самого комбината «Мир» за то, что фактически они это достаточно проблемное хозяйство, вовлекли в оборот. И сегодня в целом заработная плата, где-то порядка 750 рублей уже составляет одного работающего, и хорошие тенденции развития. «Конечно, проблемных вопросов очень много, но цель и задача одна – сохранить сегодня коллектив и один, и второй. Сегодня мы уже вышли на уровень по производству молока. Сегодня в агрокомбинате «Мир» не пасется ни одна корова из 4200. То есть все настояли, кормятся. У нас еще прошлогодних кормов хватит до января месяца». Так само Михаил Мясникович наведал буйную фермерскую господарку «Фортуна», керавники, якой Сергей и Галина Матус поделились своим опытом выросшивания и реализации бульбы и разностайной садовины и городнины. Зараз фермеры ожидают сертификацию 200 гектаров земли под органичное землеробство, выросшивание сельгазпродукций без выкористания минеральных угноений и яда химикатов. Наведу Михаил Мясникович и лыжароллерную трассу, на которой под ручение президента недавно почало функционовать новое профессийное биатлонное стрельбищо. Трасса функционирует уже, все работы произведены, стрельбищо уже готово, тренировки уже проводятся по программе с мелкокалиберной винтовки. Уже была стрельба, планируем подключать городских детей, то есть ближайших, Баранжевского региона. Для этого есть автобус, где-то, может, будем за счет автобуса задействовать этих детей. Выники поездки старшине Совета Республики по Барановицким районе были подведены у районным в экономическом комитете, где так само были узняты питания готовности сельско-господарчих организаций до проведения уборочных работ и обмеркованы бизнес-планы развития господарок сгодно с доручением президента. Под час рабочей поездки Михаил Мясникович так само надал шмат уваги и ходу реализации комплексного плана устойливых развития города Барановича наперед до 2020 года. Присвеченная этому питанию нарада пройшла у гарбы конками. Так у города уже опрацуют 19 из 23 створенных индустриальных пляцовок. Поспехово выконвается и доручение по проведению парадок мясцовых дорог. В Барановичах очень много улиц в частном секторе, которые действительно надо благоустраивать. Это порядка 150 километров таких улиц в частном секторе. Из них 50 километров в текущем году будут новые по новому профилю или капитальный ремонт, то есть асфальтовое покрытие и песчано-гравийное устройство верхнего слоя. И порядка 30 километров это значит профилирование. Таким образом можно говорить, что больше 50 процентов улиц частного сектора будут приведены в такое неплохое техническое состояние. Так само подчас нарада были узняты пытания повышения заработной платы из-за обеспечения занятости насильництва ургионе. Алена Ракус, Людмила Салзина, Миколай Рудский, Телерадо и компания «Брест».